Читаю книгу Судей, главу четырнадцатую. И сказал Самсон отцу своему, — Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет в случае отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон, — загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я отдам вам тридцать синдонов, рубашек из тонкого полотна, и тридцать перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они сказали им, — загадай загадку твою, послушаем. И сказал им, — из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадки в три дня. В седьмой день сказали они жене Самсоновой, — уговори мужа твоего, чтобы он отразгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, — ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее. Он сказал ей, — отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю. И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, — что слаще меда и что сильнее льва? Он сказал им, — если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки. И сошел на него дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Субтитры создавал DimaTorzok